Ушел из жизни известный ученый, внесший значительный вклад в развитие сферы геологии, защиту природы окружающей среды регионам, академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан Муфтах Дьяров. Он автор 24 монографии, 8 изобретений, 2 патентов, 350 научных трудов. Результаты его исследований стали полезны не только ученым Республики Казахстан, но и в других зарубежных странах. Научные труды академика распространены в 50 странах мира и переведены на иностранные языки. Муфтах Дьяров родился в 1933 году в Махамбетском районе. В 1955 году окончил Казахский горно-металлургический институт. Он советский и казахстанский геолог, доктор геолога минералогических наук, профессор, академик Национальной Академии Наук Казахстана. С 1978 по 1992 годы возглавлял лабораторию Казахского научно-исследовательского геолого-разведочного нефтяного института. С 1992 по 1997 годы заместитель академика, секретаря Западного отделения Национальной Академии Наук Казахстана. С 1997 года вице-президент акционерного общества Атараулам. Заместитель Акима Атараулской области Бахат Кульхаменова выразила соболезнования в связи с кончиной Муфтаха Дьярулы, внесшего значительный вклад в развитие геологии, в защиту экологии региона. Имя Муфтаха Дьярулы уже давно ассоциируется с такой наукой, как экология. Его предложения и инициативы, направленные на охрану природы Атараулского региона, были поддержаны нефтегазовыми компаниями. Академик, ученый, наставник. Он внес большой вклад в защиту экологии региона. Муфтах Дьярулы был действительно выдающейся личностью. Его имя навсегда останется в нашей памяти. Выражаю соболезнования родным и близким покойного коллективу Атараулского университета нефтегаза имени Софии Утибаева, где он трудился в течение многих лет. Имя Академика Национальной Академии Наук Республики Казахстан Муфтаха Дьярулы широко известно в народе. Он опубликовал тысячи статей и сотни исследовательских работ в сфере науки. Немало ценных документов собрано и в его личном архиве. Ученый стал примером преданности своей профессии. Высоко оценены его научные труды, анализирующие экологическую обстановку не только Атараулского региона, но и всей страны. Известный геолог, всей душой болеющий за экологию родного края, Муфтах Дьярулов издал немало научных трудов, которые с интересом читает не только в Атарал, но и в других странах мира. Воспитал немало учеников. Изучать сферу экологии Муфтах Дьярула начал еще в 80-е годы. В 90-е годы мы вошли в команду академика и тоже начали исследовательскую работу. Она включает в себя 9 направлений. В первую очередь мы завершили краткое описание экологии Атараулской области, затем экологии города Атарау и в последующем экологическое состояние всего региона. Это был большой научный труд. Муфтах Дьярул открыто выражал свою гражданскую позицию перед природопользователями, высказывал свое мнение и прогнозы, основываясь на научных фактах. Он не только всесторонне изучал геологию региона, но и упорно боролся в целях защиты экологии. Его слова? «Я боюсь, что если так и дальше будет продолжаться, то однажды население Атарау может и не проснуться совсем, хорошо знакомый местным жителям». Муфтах Дьярул – человек, который очень активно трудился во благо народа. Как настоящий гражданин, он много работал над тем, чтобы показать, какой вред наносит плохая экология Атарауской области местному населению. Если в нашей области обсуждались вопросы об открытии нового предприятия или о новых работах в медленной сфере, то на публичные слушания обязательно приглашали Муфтаха Дьярулы. Он открыто выражал свое мнение и научно доказывал, почему не стоит проводить те или иные работы. Начиная с Индерского района, природные недра которого богаты полезными ископаемыми, академик побывал во многих местах мира, таких как Гималайя, Россия, Украина, США, Мексика, Англия, Иран. Доказал, что воды озера Туздеколь являются лечебными для многих болезней. Вся деятельность ученого, который ушел из жизни в возрасте 88 лет, была направлена во благо населения, в защиту экологии родной земли. Яркий образ выдающегося ученого, настоящего гражданина своей страны навсегда останется в памяти потомков. Коллектив телеканала Атырау выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.